Привет! В этом видео покажу художественные материалы, которые купила в разных магазинах Израиля. И расскажу, как тут обстоят дела с этими самыми художественными материалами. Я не нашла ни одного магазина, похожего на красный карандаш или передвижник, что довольно грустно. Тут в основном магазины канцтоваров или хобби, в которых встречаются профессиональные художественные материалы. Ассортимент везде очень разный и приходится заходить в каждый подобный магазин в поисках чего-то нужного. Часто встречается хороший выбор бумаги в склейках. Акрилы больше всего самых разных фирм. Не часто вижу поштучный товар, в основном наборы. В одном магазине нашла неплохой выбор товаров Виндзора Ньютон. Но, например, у туши и гуаши было представлено очень мало цветов. А вот акрилы и масла много. Медиумов тоже достаточно. Иногда встречаю Ван Гог от Royal Talents. Много склейк-альбомов Кэнсон. Почти везде они есть. И цветные блокноты Art Creation тоже легко найти. Масляную пастель нашла только твердую и только в одном из магазинов. Акварели, на удивление, безумно мало. Но довольно часто встречаю акварель «Белые ночи». Нет разнообразия цветных карандашей. Видела Дервиент, но только небольшие наборы. В общем, с одной стороны ассортимент небольшой. Но с другой, если очень срочно нужно, то можно подобрать что-то подходящее. Больше всего я рада, что нашла блокнот Хани Юли, который показала в начале этого видео с такими бежевыми страничками. Очень давно на него засматривалась. И вот, наконец-то купила. И разнообразие акрила меня сейчас радует, потому что я стала очень много работать этим материалом. Буквально пару слов про цены. Сначала мне казалось, что все очень дорого. Но потом я перевела цены некоторых материалов в рубли. Сравнила с тем, сколько сейчас стоят эти материалы в известных магазинах в России. И поняла, что цены либо наравне, либо даже чуть ниже. Расстраивает только то, что иногда, конечно, очень хочется погулять по большому магазину, полному художественных материалов. В котором полки забиты различными красками, карандашами и бумагой. И вот вживую выбрать нужные материалы. Я еще буду изучать эту тему и искать местные магазины с художественными материалами. А пока у меня есть Jackson's Art. И он закрывает примерно 95% моих потребностей в художественных материалах. А на этом все. Всем пока-пока.